У России и Северной Кореи гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. В двух странах царит авторитаризм, политическая элита купается в роскоши, а обычный народ бедствует. И любого, кто решается высказаться против власти, жестоко наказывают. Также у Путина и Ким Чен Ына есть общий враг – демократический Запад. Для России и Северная Корея сегодня становятся одним из важнейших партнеров в том, чтобы противостоять и Западу как таковому, и для того, чтобы наращивать темпы вооружения и войны против Украины. Так что предположение, что российская армия будет получать севернокорейское оружие, становится вполне реальным. Это подтверждают из серии визитов чиновников КНДР в Российскую Федерацию. Кроме того, несколько недель назад в Россию приехал даже лидер социалистического государства Ким Чен Ын. В течение всей недели диктатор катался по стране-агрессорке, встречался с министром обороны Российской Федерации Шойгу и президентом Путиным. Северная Корея – милитаристское государство с населением 25 миллионов человек. Ее народная армия насчитывает 1 миллион 100 тысяч солдат. Что делают армию этой страны одной из самых многочисленных в мире. Также КНДР имеет большое количество вооружения и военной техники. Более 21 тысяч артиллерийских систем, 3,5 тысяч танков и 2,5 тысяч единиц бронетехники. Опираясь на масштабы страны, это огромное количество. Уступая Южной Корее в качестве оружия, Пхеньян постоянно пытался увеличить численность и мощность своего арсенала. Что в конце концов переросло в ядерную программу и глобальную политическую и экономическую изоляцию. Основными покупателями оружия КНДР стали такие же политические изгои – Иран и режим Каддафи в Ливии. Так что продавать оружие агрессору для Северной Кореи будет не в новинку. В Северной Корее очень интересная структура экономики и в условиях полной изоляции. Они не могут себе позволить каких-то дорогих игрушек импорта. Северная Корея нашла вот этот лотерейный золотой билет, при котором она может продавать в Россию некоторые виды вооружения. Но в то же время получать от России в первую очередь высокие технологии, которые нужны Северной Корее для того, чтобы развивать и ядерную программу, и шантажировать внешний мир, и демонстрировать свою мощь, которой на самом-то деле нет. Северокорейский арсенал в основном состоит из старой советской техники и собственных разработок, основанных на устаревших тенденциях. Танковая армия КНДР насчитывает 3500 единиц. Она состоит из старых Т-34, Т-54-55 и Т-62. Еще недавно такой арсенал считался несовременным. Но для России даже эта рухлядь является необходимой при условии, что такого оружия будет много. Впрочем, основная боевая мощь социалистического государства – артиллерия. На вооружении армии имеется 21 тысяча артиллерийских систем и минометов. В основном это советские гаубицы Д-30 или БМ-21 «Град», собственные системы САУ М-1977 и РСЗО ВМ-11. Также за последние годы КНДР разработала более современные системы РСЗО КН-09 с дальностью поражения до 200 километров. Пропагандисты называют аналогом американского Хаймарса. А ракетный комплекс КН-25 с дальностью поражения до 380 километров – копией Атакамс. Именно на поставку современного вооружения рассчитывают оккупанты, но его в КНДР довольно мало, что порождает сомнения в их передаче. Значительно большая опасность в том, что в Северной Корее много артиллерийских снарядов советских калибров 122 и 152 миллиметра. По данным The Economist, Пхеньян уже поставляет эти боеприпасы в Россию. То же самое пишет The Guardian со ссылкой на американскую разведку. Главный вопрос – сколько именно боеприпасов готова поставить Северная Корея? Россия производит до 2 миллионов снарядов в год, а требует 10 миллионов. Может ли Пхеньян передать в таком огромном количестве оружие – пока что не ясно. Режим Ким Чен Ына, он критически жадный, и они будут пытаться продавать России то, что уже вышло из срока действия, что уже является бракованным. Поэтому все будет намного скромнее, скорее всего, но при этом угроза для Украины, конечно, повышается. В любом случае, сотрудничество двух стран-изгоев несет опасность Украине и всему цивилизованному миру. И чем быстрее рухнет преступный режим Путина, тем скорее в Европе наступит мир.